Водное крещение 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И вот он уже возвращался назад. И получилось так, что встретился с Филиппом, с Человеком Божиим, который Бог послал прямо-таки к Евнуху навстречу. Он сказал, как я могу разуметь, если кто не наставит меня? Попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Филипп отверг суста свой, иначе всего Писание благовествовало ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, веруя, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Я знаю, что такая радость постигла Евнуха. Эта радость неизменно великая, потому что он заключил завет с живым Богом. И Бог его крестил Духом Святым. Слава Ему! Слава Господу, что сегодня самый радостный день жизни в Твоей. И когда мы ехали по этому фривею, а вот здесь вода. И что препятствует креститься? Препятствует неверие. Препятствует, если человек не совсем отдан Господу. не совсем понимает, что он делает. Я верю в то, что каждый из вас, он уже готов сказать верою. Вера – это самое, что необходимо, нужно для христианина. Как начинающего. Так же и заканчивая свою жизнь, нужна вера, вера крепкая, которая будет проводить через всю жизнь. И сейчас будет даваться наставление, возможно, сегодня. И все. Но, дорогой друг, брат и сестра, ты уже стоишь чуть ли не на пьедестале вечности и доевать будешь обет Господу, служить доброй и чистой совестью. И чтобы это все было благословенно, мы сейчас призовем имя Господне и помолимся. Будем молиться. Наш дорогой Господь, мы тебя очень благодарим. О, яка то радость будет, как Христос прийде, Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь подарил нам это прекрасное утро теплое, светлое и мы сегодня в радости прославляем Его за то, что сегодня в церкви нашей праздник и этот праздник очень большой и Христос в свое время сказал, я создам церковь и врата ада не одолеют ее на протяжении многих лет Сатана всячески старался воевать против церкви но Бог помог и сегодня Он держит ее в своих руках за что слава нашему Богу я благодарю Бога особенно сегодня двое моих племянников принимают водное крещение и я думаю, многие родители сегодня радуются видя своих детей, которые стоят сегодня и готовы сказать или дать обет служить Богу доброй совести я прочитаю 6 глава 4 стих к римлянам и как мы погребли с ним крещением в смерть дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца так и нам ходить обновленной жизнью водное крещение это прежде всего акт послушания Слову Божию водное крещение это свидетельство перед всеми перед церковью перед людьми перед небом то что вы готовы служить Богу доброй совестью крещение водное это вход в церковь и сегодня пополняются церковь ряды церкви пополняются за что слава Богу я хорошо помню тот день когда мы небольшой группой это в 70-х годах тайком ночью в час ночи мы пробирались к водоему чтобы заключить завет с Богом сегодня вот так открыто свободно вы можете сказать вслух заявить всем что вы готовы служить Господу водное крещение это желание жить новой жизнью многие не принимают водное крещение только потому что они считают что недостойны что они должны достичь какого-то рубежа духовного и тогда только они будут вступать в водное крещение так они положили в сердце своем но процесс освящения это процесс всей нашей жизни никогда человек христианин не сможет достигнуть такого момента когда скажет все теперь я совершен потому что описание говорит святой да освящается еще поэтому молодые я очень раз за вас что вы сегодня решили посвятить жизнь свою Господу вы решили ходить новой жизнью обновленной жизнью поэтому наша молитва о том чтобы Господь помог вам совершить это доброе желание намерение ваше чтобы действительно вы ходили новой жизнью чтобы все то что было не угодно пред Богом вы стремились побеждать и совершать путь свой в святости перед Богом наша молитва о том чтобы Господь помог вам пройти все искушения все испытания которые будут в вашей жизни я знаю что сатана будет пробовать основание вашей веры чтобы нарушить его чтобы подорвать но пусть Бог благословит вас и поможет вам остаться верным в своем решении и то что сегодня вы будете говорить чтобы совершить его до конца своей жизни благослови вас Господь я поздравляю еще раз всех вас и желаю божьих вам благословения и твердости в этом пути да благословит вас Господь ходить в обновленной жизни аминь давайте мы помолимся вместе благословим наших молодых чтобы Господь помог им Отец Небесный наша молитва Ах в этой бурной жизни кто сердцу даст покой кто жаждущих напои живительной водой Христос лишь один Христос лишь один Христос лишь один Тебя утешит навсегда Христос лишь один Христос лишь один, Христос лишь один, Тебя утешит навсегда. Я скорбил удрученный со всех сторон враги, Кто защитит, утешит на жизненном пути. Христос лишь один, Христос лишь один, Тебя утешит навсегда. Христос лишь один, Христос лишь один, Тебя утешит навсегда. О, грех меня терзает, Страшусь я пред судом. Не знаю избавления, Найти мне где и в ком. Христос лишь один, Христос лишь один, Христос лишь один, Мой друг, спасенье ты найдешь. Христос лишь один, Христос лишь один, Мой друг, спасенье ты найдешь. Христос лишь один, 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 Христос лишь почти мы приступили к этому торжественному моменту. Вот в тот май месяц, когда начались занятия в нашей церкви по подготовке к водному крещению, и вы записались как желающие пройти этот процесс обучения, много говорилось тогда на каждом занятии, зачем оно нужно, это водное крещение, что оно значит, откуда оно появилось, вы все это знаете, это не придумала церковь Суламита, этот обычай или эту традицию, это учреждено самим Господом нашим Иисусом Христом, который дал повеление, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И мы уже непосредственно приступили к этому моменту. Значит, как у нас будет происходить этот акт, это водное крещение? Значит, мы отправимся сейчас к речке. Сначала в первую очередь идут братья, которые будут преподавать крещение. После братьев сразу сестрички. Вот здесь открыли выход и оттуда будете проходить. И после сестер, братья. У нас в этом сезоне немножко вода или уровень воды вносит свои коррективы. Воды мало, ее всего по колено. Там братья очень хорошо постарались, красиво украсили. Но нам надо будет идти на глубину. На глубину. Это далеко. Это далеко. Мы пойдем все вместе. Вот так, как Израиль, как вышел из Египта. Вот так все и пошли через Черное море. А мы пойдем через Калубию. Так будем идти все вместе. По три человека. Как по ступенькам будем спускаться, так будем и идти. Все вместе, все одновременно. И когда достигнем глубины, там вам преподадут водное крещение. Братья, наши служители. Вода. Значит, друзья мои, я предлагаю отменить практику опрокидывания. Вот так. Не стоит этого делать. Значит, просто будете опускать людей. Значит, вы, братья и сестры, кто принимает водное крещение, смотрите на меня. Когда вас будут братья опускать воду, согните ноги ваши в коленях. Просто вот так пригнитесь. Вот. И братья вас погрузят на ту глубину, которую положено. Не вырывайтесь, не беспокойтесь. Все будет хорошо. В этот момент думайте об одном. Вы погружаетесь, погребаетесь. Умираете для этого мира, для греха, для беззакония, для порочной и греховной жизни. И в следующий момент, когда вы поднимаетесь из воды, поднимается новый человек. Человек, который будет жить уже для Бога. Который жить будет святой жизнью. Во всяком случае, будет очень стараться не грешить. И помоги нам вам в этом Господь. Господь в этом будет помогать. Когда Христос принял водное крещение, Он был безгрешным. Абсолютно. Но все-таки принял водное крещение, чтобы исполнить всякую правду. Потому что Он совершал или, как бы сказать, протаптывал дорогу, по которой пойдут миллионы Его последователей. И в тот момент, когда Он вышел из воды, Писание говорит, открылись небеса. И громовой голос небесного Отца проговорил. Это есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Я хочу вам сказать, может быть, вы не услышите этот голос, но одобрение Бога, это сто процентов будет. Бог одобряет ваше решение, что у вас возникло намерение заключить завет самим Богом, Творцом миров, Творцом Вселенной. Да будет имя Господне благословено. Совершаем краткую молитву и будем отправляться к воде. Дорогой небесный Отец, мы благодарны Тебе за это прекрасное, благоприятное время, за этот торжественный момент, когда наши друзья будут вступать в завет с Тобою. Слава Тебе, Господь! Ты учредил это дело, и Ты его благословляешь. Благослови каждое сердце. Это прекрасные намерения, которые имеют мои друзья. Утверди их в жизни и будь прославлен за все наш Бог вовеки. Аминь. Аминь.